В 1965 году в Узбекистанском Самарканде на месте древнего города Афросиап на стене одного из дворцов обнаружены фрагменты монументальной живописи. На фреске изображена группа иностранных послов. Двое из них – дипломаты из царства Кугурё. Работа была выполнена примерно в 640-660-х годах. В тот период Кугурё вступила в союз с тюркским каганатом. Объединение было необходимо для борьбы с государством Силла. Территориально небольшая империя Силла планировала захватить все царства. Объединив силы с империей Тан, она выступила против Кугурё, которая значительно превосходила противника по территории. Именно тогда Кугурё попросила помощи у тюрков. Государство Кугурё, чтобы противостоять китайской военной мощи, заключило союз с тюркским каганатом. После этого оно начинает войну против Китая и государства Силла. Самый древний корейский письменный источник – Самгук Саги. Это хроника трех государств – Кугурё, Пэкче и Шилла. В этом ценном труде, в части которой называется «Календари Кугурё», встречается много информации о тюрках. Хронология начинается с 551 года. Войско тюрков вторглось на землю Кугурё. Корейские историки называли тюрков «толь гволь». Наши предки оказывали большую поддержку государству Кугурё. Были соответствующие договоры, соглашения. Тюркский каганат во главе с Бумыном примерно с 552 года активно участвует в противостоянии между корейцами и китайцами. Тюрки поддерживали государство Кугурё. Его правители, опасаясь угрозы со стороны династии Суй-Итан, поддерживали дипломатические связи с восточно-тюркским каганатом. Все это говорит об авторитетном положении тюрков в своем регионе. В книге Самгук Саги приводится немало примеров особого отношения к нашим предкам. «Наши предки создали государство с очень развитой политической и экономической системой. Они помогали корейцам, оказывали всяческую поддержку. Благодаря этому корейское государство достигло определенных успехов в политике, экономике и военном деле. В древнем корейском государстве управленческие посты занимали тюрки. Таким образом, можно говорить, что предки казахов внесли свою лепту в развитие и становление Кореи. Отношения, которые начались еще в саксском периоде, получили развитие в эпоху тюрков и были продолжены во времена Дештыки Пчака. С особой силой развивались они в период империи Юань, образованной Хубилайханом. Потомкам Чингисхана страна на корейском полуострове подчинялась больше одного века. В то время тюрки играли важную роль в управлении монгольской империей. Часть прибыла в Корею и управляла страной. Армию хана Хубилая в основном составляли тюркские племена. Поэтому тюркское влияние было преимущественным. Корейцы уже тогда изучали военное искусство степняков, их обычаи и традиции. Это влияние прослеживается до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok В шестом веке тюркский каганат распространился на огромной территории. И в него вошли земли Казахстана. В 70-е годы шестого века границы тюркского каганата достигли Черного моря. О господстве тюркского каганата также свидетельствует тюрко-византийское соглашение 568 года. Это был политический союз, направленный против Ирана, или же, как в некоторых источниках отмечается, государство Персия. Главным принципом этого соглашения было, как я уже сказал, военно-политический союз против Ирана, а также торговля по великому шелковому пути и ее развитие. Кроме того, свидетельством могущества тюркского каганата является то, что ежегодно китайские государства преподносили в качестве даний тюркскому кагану Мукану около 100 тюков шелка. Походы на запад 10 тюркских туменов возглавил каган Иштими, который также покорил сагдийцев и эфтолитов. Эфтолиты – оседлые племена Средней Азии, оказавшие наибольшее сопротивление по пути продвижения на запад тюркским каганам. В VI веке тюркский каганат становится одной из крупнейших в Евразии держав. Казахи стали Чингисхана называть своим вождем. Это нормально, я тут это их понимаю. Действительно, вот Чингисхан был их правителем. Казахи стали Чингисхана называть своим вождем. Это нормально, я тут это их понимаю. Действительно, вот Чингисхан был их правителем. Можно узнать, у вас есть сведения по старописьменно-монгольским источникам? Письменно-монгольским, есть тексты известные на тюркских языках? Потому что монголы используют этот алфавит, как и большинство тех, которые писали на древней тюркском. Когда Чингис Хан создавал свою империю, много людей, которые ее составляли, которые занимали некие посты в чиновничьих рядах, это были как раз таки древние уйгуры, которые писали на своем языке.